Победа в этой войне На данной научной студенческой конференции «Память. Война в истории страны и моей семьи» были представлены работы многих студентов, увлеченных по данной теме. Развучали приветственные слова декана исторического факультета Сергея Николаевича Ходина, профессора Олега Антоновича Яновского, председателя ООО «Память. БСВА» Ленинского района города Минска Владимира Александровича Панфилова и лауреата многочисленных премий заслуженного белорусского писателя Олеся Ануфриевича Савицкого, который поделился с нами своими впечатлениями. Я думаю, что важность науковой студенческой конференции на тему «Память войны» в истории краины вельми важна, потому что без памяти, без памяти у нового поколения не может быть краины и не может быть державы. Разумеете? Цивилизации были, и они изникали с твару земли, и перетворались в пыл стагодзе, не тому, что там не было мужных людей и разумных людей. Были и тады мудрые люди, и разумные люди, которые разумели. Цивилизации изникали с твару земли тады, коли новые поколения греблево ставилися до опыту життя своих батьков, дядов, греблево ставилися до истории своей земли, коли у души человека, у души нового поколения не было, так сказать, гонору. Вот мы говорим, мужность перемогла. Разумеете? Да, у войны перемогла мужность, но мужность не живе у некой воздушной просторы. Мужность живе у человечем сердце, и мужность живе у человечей души. И не може так лег спать трус, а ранец свой проснулся мужный и смелый человек. Так не бывает. Человек формируется тады, коли у его души нараджается любовь до родного краю. Як казал колос, в образы милые родного краю, смуток и радость моя, что ж мое сердце до вас порывая, чем так прикованы я к вам, мои узгорочки родного поля, речки, курганы, лясы. Калиновые поколения, кажучи словами якого колоса, будуть прикованы, духовно прикованы до своей родной земли. Будуть гонориться гэтой землей, будуть уславлять гэтую землю. А тема конференции такая, значит, це будучи не есть. Будучи не есть у гэтага поколения, будучи не есть у гэтой земли, у гэтой краины, у гэтага народа. Я заиздрошчу вам, студенты узору 2015 года, разумные, мудрые, смелые, будучи гисторики, намного разумнейшие, чем было наше поколение у 1941 годе. Я кончил 8 классов до войны, был на войны, тройча был параненый, и в 1945 годе был перший указ на демобилизации лиц ротового сержантского состава, и я приехал домой у своеродный голод, полоцак, в 1945 годе. Заплячима у меня было три ранения, фронт, роспись на Рейхстагу, разумеется, и 8 классов адвокации. Зато потом был Московский литературный институт, был аспирантура гэтага института, были поездки по краине, но отшуванне того, что я не был студентом одразу после войны, жило со мной много-много годов. И коли я гляжу на вас, я по-старому заисдрошчу вам. Вы студенты, вы будучи гисторики, и вам написать гисторию гэтай земли и гэтага края. Написать глыбей, чем написали яэтые гисторики. Уже узбагачаны вопытом и своей любовью до родного краю. Дай Бог, как ваши внутки и правнуки читали вашу гисторию, написанную студентами, які и сён не только 1, 2, 3, 4 курса. Я у гэтый святочный день, на переддень 70-ти годдя нашей перемоги, зычу вам добрых поспехов, и хай счастья ходить за вами, а в душах буде твёрдая пераконанность у тоя, что один раз дадено жить на земли, и надо её прожить так, як неколи сказал мудрый человек, девять ста годдю тому назад, и он сказал, поставив пытання, яким бьются гисторику, пускай ты прожил жизнь без тяжких мук, что дальше? пускай твой жизненный замкнулся круг, что дальше? пускай блаженство ты проживёшь сто лет и сотню лет ещё, скажи, мой друг, что дальше? Я беру на себе смелость сказать, что белорусское мастацкое слово, белорусская литература отказала на гэтое пытання усей вобразной системой своего пласта великой литературы, якая зовётся белорусское мастацкое слово, разумеете? И оно сказало, застанецца, и что дальше? Тое, что ты покинешь людям, тое, что ты зробишь на гэтой земле. Вучитесь, ходите на конференции, удельничайте, и они потребны, як поветра. Гэтом вы вырастаете у будущих историков, и история нашей земли, история народа у ваших руках. Почему эта конференция важна для всех нас? Потому что сохранение памяти о Великой Отечественной войне важно для нынешнего поколения. И работы представленной на конференции как раз помогают сохранить память в умах и сердцах молодёжи. Нам, как поколению, которое никогда не сталкивалось к счастью с войной, очень важно помнить именно тех, кто погиб за наше светлое, настоящее и будущее. И проведение подобных мероприятий позволяет раскрыть масштаб и значение исторических событий, которые навсегда останутся в памяти белорусского народа. Это важно прежде всего потому, что это дань уважения памяти людям, которые смогли отстоять победу. С тем это важно потому, что такого рода конференции дают студентам уникальную возможность заняться научной деятельностью и почувствовать себя исследователями. Благодаря таким конференциям студенты получают ценный опыт в работе с источниками, а также учатся анализировать их. Кроме того, важно помнить прошлое своей страны и семьи, гордиться им. Игорь Негода